Красный огонь! Красный, есть поражение! Вот уж что не любит стоять на месте, так это Прохоровка на его объекте 195. Всем привет, друзья, это лучшие реплеи. И у нас будет бодрая каточка, определенно, объект 195. В принципе, такая сама по себе машина, которая любит врываться, потому что здесь не только орудие, но и довольно годная автопушка. Бой у нас десятки и девятки, в принципе, 11 на 11, да, и по идее, судя по движениям на мини-карте союзников, весь бодрячок сейчас будет происходить именно вверху на восьмой и девятой линии. Обыдет туда поехали даже по центру, что, конечно, очень странно. Давайте смотреть, как это все будет происходить. Если у вас есть хорошие реплеи, то не забывайте их присылать под видео в описании, ссылки на ВК и Дискорд есть. Итак, стандартная, в принципе, позиция. Здесь пятнашка принимает всех, кто сюда решил приехать. Внезапно одна. Это, конечно, очень странно. Но благо здесь оказывается два ОБТ, которые не сильно торопятся. Я бы, увидев пятнашку, наверное, давно бы уже упал бы на нее и просто клинчевал бы и убивал ее. Но, к счастью, они не поехали вперед, там уже сзади союзники поджимают, здесь уже СТРВ подъехало. Остается только как-то ему замоститься, чтобы пострелять. У ВН, соответственно, здесь не очень, хотя и здесь вообще в целом такой подъемчик довольно тяжелый. Но вот он наконец-таки находит, откуда ему подняться, заехать. И все-таки быстро на раскачке дает плюху на тысячу меркавки. И тут уже ЗТЗ начинает залетать. Ну и все, сами понимаете, у этих пацанов уже шансов нету. Выстрел в ХМ-ку не летит, к сожалению. Здесь уже нужно, конечно, сводиться до конца, потому что точность у объекта, ну, такая себе. А вот меркавка подставляет башню. Отличная штука. Рик залетает и начинает добавлять с автопушки. Как он, не знаю, так в автоприцеле, точнее в снайперском прицеле на таком близком расстоянии стреляет. Еще тысяча залетает в ХМ-ку. Ну, тут понятно, ХМ-ку уже не отпускают, это минус ХМ-ка. Хорошо, бодро заехали толпой в одно направление, счет 10-9. Шикарно, пока все идет отлично. Там еще один минус противник. ХМ-ка даже будучи мертвой не дает, мешает противникам своим. Что дальше? Дальше у нас, в принципе, здесь тоже есть кому принимать все это дело. Заезжают. Здесь тайп был вдалеке. Тут еще и объект 490-й от рельефа играет. Слева, судя по всему, да. Слева ЗТЗ-шка, которую он сразу не увидел. Надо было ему дать плюху. Ну и можно поджиматься. В принципе, нужно это делать, конечно, немножко левее, чтобы у объекта не было прострелов. Но Прохоровка прям жестко вот так начинает подъезжать. У объекта, видимо, там уже, ну, возможно, да, УВНов не хватает, чтобы нормально пострелять. И далее, естественно, как я и говорил, да, к чего ждать? Кого ждать? Что-то там выжидать. Какие-то позиционные перестрелки. Это все фигня. Нужно быстро, он пытается, да, здесь пытается найти УВНы. Но тут еще и издалека МГМ стреляет, причем он это видел. Он пытается найти какие-то УВНы, но, естественно, их здесь на объекте не найти. Ну и, видя бодрый врыв из ТРВ, естественно, решает, что тоже хрен ли стоять. И вот тут он главную ошибку делает, просто отвратительную. Никогда так не делайте. Союзник залетает, жертвуя своей жизнью и ХП для того, чтобы убить объекта. А он просто берет и отвлекается на какой-то МГМ вдалеке. Ну, то есть, нужно, блин, заезжать, быстро забирать объекта. И потом уже по всякому картону издалека стрелять. Они бы, глядишь, сейчас вдвоем еще живые были. Никогда так не делайте. Если в союзники залетели, помогайте убивать туда, куда не залетели. Ну и тут он начинает еще просто жесточайше подставляться бортами. Теряет практически все ХП и получается вот такой вот врыв, как бы, практически в ангар. Правда, у него есть еще Офелия. И самое интересное, что он здесь остается один. Там союзники, конечно, подъезжают, но тут бы еще дождаться. Объект стоит очень под неприятным углом. И если бы еще объект довернул просто в сторону корпусом, я думаю, что, скорее всего, он бы его не пробил. Ну и тут, благо, уже в это время начинают отвлекаться противники. Да, здесь все-таки уже сзади к ним союзники подъезжают. И им приходится отвлечься. Но счет 5-4 пока все еще складывается неплохо. Там уже и тайп начинает разворачиваться. Плюха, где плюха, где выстрелы. Нету перезарядочки. Нету еще перезарядки. Они разворачиваются, убивают всех союзников. И тут еще и в дымы просто МГМ-ка откуда-то дает, которая не светилась. Я думал, она уже уехала, но нет. Вот она стоит, получает сразу же с вертухана просто на тысячу. Плюс автопушки добавляет. Остается всего 34 хп. А счет-то 4-4. Нужно дожимать, нужно быстрее дожимать, потому что союзников там не так много. И, в принципе, если не помочь им, то они очень быстро сейчас поиграют. Ну и тем более нужно МГМ-ку забирать, которая вот она как раз уезжает. Выстрел, к сожалению, не летит. И он залетает на двух противников одновременно. Там еще и справа есть. Благо начинает Тандерболт от него просто уезжать. Ловит еще тысячу. Сзади остается Тайп 10. Плюс Челик почти фуловый. Нужно как-то объезжать и помогать. Тайпа почти сбрили. Но Тайп на одном кп пока выживает. После Афелии, судя по всему, тоже. И аккуратненько нужно быстро разобрать. Теперь отлично подставляет. Просто жопу Челик идеально. С автопушки добавляет. Нужно еще немножко добавить. Союзника 640 тоже сбривают. И он остается один на один против Тайпа. Но у него есть преимущество. У Тайпа всего 1 хп и уже нет Афелии. У него есть 34 хп и плюс Афелия. И тут, ну тут в любом случае нужно аккуратненько. Потому что, сами понимаете, перезарядка у объекта долгая. За это время Тайп сможет его кумулятивно осколочными вместе с Афелией снести. Но, тем не менее, давайте смотреть. 13, почти 14 тысяч урона у него есть. И вот он как раз вылетает на этого Тайпа. Особо не стесняясь, дает сразу ему плюху с фугаса и добивает. Довольно бодрый получился бой. Однозначно не без ошибок, но вытащен. Продолжение следует...